И вновь мы прерываем эфир ЛРТ для срочного сообщения. В социальных сетях появилась информация об увеличении количества избирателей в округе на нескольких участках. Все подробности далее. В сети появляются сообщения о незаконных действиях на избирательных участках, так называемых бросах и каруселях. Специальная комиссия проехала по указанным в сообщениях адресам, чтобы проверить эту информацию. Как вы оцениваете сегодняшний день, как проходят выборы на участке, где вы будете наблюдать? Все хорошо, люди идут, атмосфера дружелюбная, праздничная, все хорошо. Вы подсчет не ведете, кто приходит? У нас ведется мониторинг социальных сетей, обращение наших наблюдателей, которые находятся на участках. На данный момент от наблюдателей замечаний не поступали. У нас поступили только информации социальных сетей в наш институционный центр. Поэтому, как только поступило на карту нарушений, наши волонтеры это зафиксировали, передали нам. И мы приняли это в работу для изучения данного вопроса. Полностью 164 участковых избирательных комиссий на территории городского околюберца. Все находятся под контролем общественной палаты Московской области. Мы передвигаемся по всем участкам с анонсовым установленным графиком. Ни одно из сообщений о нарушениях на выборах не подтвердилось. Комиссия будет работать до 20 часов, то есть до закрытия участков. Александр Атамей, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Напомню, сегодня единый день голосования. Жители Подмосковья выбирают губернатора на пятилетний срок. За выборами в Люберцах следят наши корреспонденты. Им слово. В 41-й гимназии голосование идет размеренно. Приходят как представители молодежи, так и люди более зрелого возраста. Свой голос уже успел оставить Павел Софлин, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. В того выбора, который сделает Подмосковье, зависит, как будет жить Подмосковье следующие пять лет. Поэтому иду с хорошим настроением, потому что делаю свой осознанный выбор будущего нашего края. Здесь же в 41-й гимназии организовано однородное голосование. Люберчане могут отдать свой голос за тот объект, который, по их мнению, должен быть построен, реконструирован или модернизирован в первую очередь. Это строительство ледовой арены, развитие сети парковых зон в городах и поселках и реконструкция Дворца культуры с пристройкой для хореографической школы. Ну, сейчас, насколько я вижу, что много построено парковых зон, отреставлено, что очень приятно выходить прогуляться так же вечером, что очень везде чисто, облагороженная территория. Ну, ДК, наверное, тоже бы хорошо привести, так бы подкрасить его, так привести такой хороший вид. Ну, стадион, все-таки тоже хотелось бы, все-таки у нас и хорошая команда, насколько я слышал, Люберецкая, чтобы она выступала на достойном стадионе. Свой гражданский долг успел исполнить и депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Я иду голосовать за команду, я иду голосовать за сплоченную работу, за результат. Самая основная задача и самая сложная на сегодняшний момент, как я считаю, это разрешение экологической проблемы. Депутат Государственной думы Лидия Антонова также рассказала о своих впечатлениях от сегодняшнего дня. Голосовала она в Люберцах на своей малой родине. Анна Троян расскажет подробнее. Выборы губернатора Московской области – это большое событие для всего региона. Центральная часть Люберец сегодня очень многолюдна. Все уже успели отдохнуть после дня города. И посмотрите, какая чудесная погода. Никто не хочет сидеть дома. Все с прекрасным настроением идут выполнять свой гражданский долг. В Люберецком дворце культуры работает один избирательный участок. Традиционно в день выборов его посетила Лидия Антонова, депутат Госдумы. И вот, что она рассказала нам в этот день. Я всех призываю не сидеть дома. И, конечно, хотя и хорошая погода, но все-таки найти время. И обязательно прийти и показать пример нашим детям. Потому что через несколько лет им голосовать. И очень хотелось бы, чтобы вот эта традиция старшего поколения, ответственности за свою страну, за свою родину, оно, конечно, бы передалось нашим детям и молодежим. Кстати, там, где удобно, а не по месту прописки, проголосуют более 94 тысяч жителей Подмосковья. Также Лидия Антонова оставила свои предпочтения по поводу раздельного сбора мусора и благоустройства городского округа Люберцы. Напомню, опрос проводился в рамках проекта «Чистое Подмосковье». Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. А мы снова готовы сообщить предварительные данные по явке в округе. По словам председателя территориальной избирательной комиссии Бориса Новикова, к 18.00 явка составила 31% избирателей. Ну а я напоминаю, что все участки работают до 20.00. Таковы новости к этому часу. Следите за ходом голосования в нашем эфире и в социальных сетях. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова